Чистый город, заботливый хозяин. В Нарьинмаре проходит совместная акция регионального департамента внутреннего надзора и контроля и совета городского округа. Основная цель акции – призвать владельцев животных заботиться о своих питомцах. Кроме того, в рамках акции проходит бесплатная вакцинация собак от бешенства специалистами станции по борьбе с болезнями животных. Подробности у Ольги Русул. В субботнее утро на площадку, где расположилась передвижная станция по борьбе с болезнями животных, спешат владельцы собак. Про выездную акцию Ксения, хозяйка шпица Байлика, узнала из интернета. Для пёсика это не первая профилактическая прививка, но всё равно он немного переживает. Мы делаем регулярно, и поэтому очень хорошо, что делали эту акцию, потому что очень близко сходил без проблем с ДЭО. И бесплатно. Восьмимесячный кобель Веня на вакцинацию пришёл одним из первых. Его хозяин Сергей, узнав об акции, поспешил на профилактику питомца. Тем более, что далеко идти не надо. Примерно где-то 8 месяцев первый раз перевели вакцинацию. Как он перенёс? Хорошо, укол перенёс. Ничего, не сопротивлялся. Послушный мальчик? Ну да. Ну, не очень. Впрочем, проводить профилактику бешенства необходимо не только собакам. В зоне риска все домашние питомцы, поэтому Василий привёз на вакцинацию сразу несколько своих котов. Персей оказался самым стрессоустойчивым. Переносится спокойно. Они не чувствуют укола, не нервничают. А вакцинируете каждый год? Ну, стараемся, да. В акцию входит бесплатная вакцинация от бешенства, после чего животные получают вкусняшку в качестве поощрения. А хозяин – пакетики для уборки отходов жизнедеятельности своего питомца. Всех пожелающих жителей нашего города и хозяев наших животных призываем к тому, чтобы они убирали за собой экскременты за своих животных. Это не страшно, это нормально, это нормальная история, потому что мы сами же по этому же ходим. И ещё хотелось бы сказать о том, что наши животные в это же могут вляпаться, извините за выражение, да, и в то же время принести и сами же заразиться этими же гельминтами, которые распространяются с фекариями. Анастасия отмечает, что сознательных хозяев на Ринмаре становится всё больше. Очень правильно и очень хочется поблагодарить этих людей, которые следят за своими животными, но и также следят за окружающей нашей территории. Такая воезная акция проводится впервые. Удобство мероприятия состоит в том, что сейчас в период наводнения доступ к станции по борьбе с болезнями животных затруднён, дорогу местами подтопило. Акция же проходит выходные в разных районах города. Например, сегодня она охватывает три микрорайона – Малый Качгард, Качгард и посёлок Мирный. Мы прекрасно знаем, что у нас социональное неблагополучие по беженству в городе, в округе, потому что циркуляция вируса происходит в дикой среде, среди песок и лиц, которые попадают в город и дальше могут быть неблагополучные территории и города, и населённых пунктов. Каждый год это происходит, поэтому мы сейчас проводим вакцинацию против беженства. Беженство есть и остаётся смертельно опасной вирусной болезнью домашних животных. Заражение происходит через укусы больных животных, а также через контактирование. Инфекционный недуг представляет угрозу для жизни четвероногих друзей и человека. Я думаю, что и в дальнейшем мы будем продолжать. У нас есть намётки провести это и на территории искателей. И в следующем году, я думаю, что это мы проведём где-то в начале мая, перед самым охотничьим периодом. Параллельно с прививками специалисты станции по борьбе с болезнями животных консультируют владельцев по вопросам правильного содержания друзей наших меньших. Ветеринарные врачи рекомендуют соблюдать все правила ежегодно делать профилактические прививки. И тогда животное будет здорово, а хозяин счастлив. Ольга Русул, Владислав Носкин, Телеканал Север.